Всем привет, друзья! Вы на канале Салют Плей, а сегодня я играю в фазмофобию соло на кошмаре, и у меня следующее задание. Сфотать призрака, заставить потушить свет и спугнуть благовония. Погнали? Сегодня графтон фармхаус, я из последних новостей, сейчас последние новости рассказываю, разблокировала книгу, новый проектор и супер новую крутую камеру, которая называется, кстати, Бонни. Давай возьмем Бонни. Что еще? ЕМФ и этот фотик, как обычно, в принципе. Ну и поехали. Да, я уже надела налобный фонарь. Непонятно зачем, чтоб был. Окей, здравствуйте, Бонни. Свет посмотрим, взаимодействие послушаем. Дай мне знак. Света нет. Света-то нет. Я тут несколько дней назад хотела, короче, снять на канал интерактивное кинцо. Ну это что, интересно, хорошо. Интерактивное кинцо, там жанр всякий, там расследование, там, типа, детектив, какая-то там запутанная история. В стиме отзывы пишут, ну, нормально, пойдет. Ну, короче, давай это записывать. Полтора часа она это потратила, надеялась, что с этого хоть что-то получится. Путь не анифигасе. Свет подрубили. Не пары изо рта ничего пока не было. Вот. И потом я поняла, что я такой кринж просто выложить не могу. Потому что это кино, оно, знаешь, прям совсем, как говорится, видали и поинтереснее. Я, знаешь, такая записываю 30 минут, 40 минут, такая думаю, хорошо, трачу свое время, которого и так мало. Думаю, ладно, дадим ему шанс. Мы же любим давать шанс, правильно? Я думаю, ну, может, потом попозже будет получше. Попозже стало еще хуже. Была дичь какая-то неинтересная вообще жизнь. Я бы, наверное, сама бы проходила для себя, я бы там со скуки умерла. Короче, полтора часа я давала шанс этому интерактивному кино. В итоге решила на это забить и просто удалила эту запись. Ну, вообще, по секрету, пока что я еще не удалила, но я точно выкладывать не буду, потому что там какие-то кринжовые актеры. Один из них был нормальный мужик, кстати, я его видела в каком-то кино. Ну, это актеры играли, знаешь как, явно как актеры играют в русских сериалах. То есть, такое ощущение, что просто набрали людей с улицы и все. Я, кстати, хожу на второй круг и нигде не слышу ни взаимодействия, ничего. Давай тогда вот так. А, подожди, пар изо рта появился. А конкретно где? Огонька точно нет. По крайней мере, сейчас. Парта где? Здесь все-таки? Я просто сейчас после обновы вот этой Ascension не сильно улавливаю. У нас пар так же ходит за игроком, как раньше, или нет? То есть, я могу притащить его с другой комнаты, или вот он только в этой будет срабатывать, в которой он есть? Не понять. Но все-таки, наверное, это вход. А что так тихо сидишь? Ты что, летень? А, прошу заметить. Были у меня призраки, вот когда я ходила фармить недавно. Ненадолго ходила я пофармить. Короче, были призраки, которые ведут себя, ну, как натуральная тень. Ты уже начинаешь думать, ну, запарил просто как бы. Что за такой призрак тихий? Ну, по-любому тень. Выбираешь тень, уезжаешь, это не она. Так что я сейчас вообще, знаешь, я такие выводы не собираюсь сделать. Сидит, ничего не трогает, даже МПшки не давал. Давай просто потихоньку, помаленьку будем что-то определять. Потому что вполне может быть, что это и не тень никакая. Вот новая книга модная. Красиво. А, ну давай поговорим. Ты здесь. Ты рядом. Респонс давай. Окей. Ты близко. Ты старый. Ты молодой. Сколько тебе лет? Можешь в соседнюю комнатку сходить? Дай нам знак. Ты рядом. Ты старый. Ты близко. Ты далеко. Кто ты? Ты здесь? Поговори со мной. Поговори со мной. Поговори. Воу. Погоди. Почему мы свет выключаем? Он написал блокнот и далековато так хорошо кинул баночку. Пип-пип. 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 Знаешь, пип-пип, у нас-то две улики вообще-то. До сих пор не понимаю, минусовая где. Запись в блокноте есть. Вот, демонстрирую запись в блокноте. Не понимаю, проектор мне переставить или нет? Или еще побазарить? Ты близко? Ты рядом. Ты здесь? Дай нам знак. Дай нам знак. Ты старый? Ты молодой? Ответь мне. Ответь мне. Ну, респонс есть, но толку от этого нет. Пошли, уф, фонарь возьмем. Начал трогать дверь и проявлять какую-то активность. А вначале сидел очень тихо. Сейчас мне это не дает никаких оснований полагать, что это тень. Сейчас уже по поведению это, конечно же, не тень. Так, ультрафиолет, по-быстренькому. Пеп, пеп. Опа, отпечаток. Опа, отпечаток. Не надо. Отпечаток. И это наша вторая улика. Давай мы обсыпем тут все солью. Походил. Походил. А что света-то нет? Свет-то можно включить. Так, не теряемся. Фотоаппарат. Опа. Записи блокноти. Есть. Что еще? Все. Итак, вторая улика под названием ультрафиолет. У нас полтергейст, демон или мюлинг. Конечно, после кидания этой баночки, я думаю, на полтергейста. И, кстати, насколько я знаю, созерцание полтергейских штучек, если мы на это смотрим, на то, как он раскидывает предметы, садит нам рассудок на определенный процент. На какой, не знать. Так, благовошку взяла, распятие взяла. Давай туда поставим. Демона, мюлинг, мяулинг. Окей. Я предлагаю кучку сделать. Как вот ему? Давай, чтобы захватывала и здесь, и там, как говорится. Как раз атака. Опа. Я вот сейчас думаю, хочу я сейчас с ней встречаться или нет. Наверное, нет. А, сфотать призрака надо будет сфотать. Потушить свечу и спукнуть благовоние. Бален. Мюлинга все равно так не послушать. Надо, чтобы он ко мне на этаж поднялся. То есть, то, что ты его со второго этажа сейчас слышишь, ни о чем не говорит. Я уж, кстати, забыла, где щиток. Там, по-моему, в той комнате. Так, что хотим? Давай для начала. Стучи, стучи. Какие тут такие предметы приличные есть? Тарелки. А, они приклеены. Не, они приклеены. Опять, что ли? Че так много? Так, замедляем. Прочелось обкурить. Подожди. На то время атаки откидывает предметы сильно. По-моему, он поднялся по лестнице. Я сейчас ничего не слышу. Свет, что ли, урубанул? Нет. Так, хорошо, хорошо. А че? Не, я не засекала секундомер сейчас. Надо застать потушить свет, сфотать. Че там, спугнуть благовониям. Благовошку. Надо взять фотик, сфотать его при следующей атаке. Я вообще хочу кучку-то эту положить все-таки. На. Короче, туши. Туши. Здесь, по-моему, был какой-то стакан. Да, вот этот. Так накидал. Тарелки, стаканы, что-то такое, которое не катится. Ну, конечно, если я делаю кучку вообще не в том месте, в котором надо, то это плохо. Ну, нет, смотри, нормально. Бип-бип. Фотик, фотик. Что? Ага, окей. Фотаем. Блин, демон мюлинг. Ну, не знаю, так сходу не скажешь. Я думаю, на полторы. Но это все-таки был щиток. Дай вспоминать, где мы видели щиток. Мне кажется, что где-то вот там. Где-то примерно вот здесь. Мы же не ходили на второй? Нет, не ходили. Ну, правильно. Тарелки. Тарелки. Почти все скинуто. Так, потушить свет сработало? Да, есть фото от призрака. Может, Густавен будет? Ну, что ты злишься? Что ты злишься? Так, сразу этот свет на лобный выключу. А то это еще одна проблема в фазофобии прибавилась. Кто забыл, как говорится, выключить свет, того скушали. Бабуль, дай сфотать. Если я сейчас не сфотала, то это вообще. Ой. Я увидела, целилась изо всех сил вообще. Ну, конечно, нет. Почему следы в соль? А? Он же на моем этаже? Окей, у меня на этот раз хотя бы таймер пошел. Я не знаю, но по звуку мне кажется, что это Уолтер. Так, сейчас осторожно. Благовушки с собой нет. Тихо, я слышала что-то. Блин. Где он ходит-то я понять не могу. Вот знаешь, что это мне еще напоминает? Ну, чтобы подтвердить, что это Уолтер, например, мне нужно увидеть обилку. Мне это напоминает сидение там, например, с этим... С Юреем. Ты сидишь и ждешь, пока он сообразит. Так, атака через... Да ладно. А у нас-то не Уолтер, что ли? У нас атака через минуту. Через минуту 5 секунд или 2 секунды. Вот так вот примерно. Опа! Сфотать призрака. То есть это у нас еще и Димон может быть? Потому что, смотри, если я сейчас второй раз подтверждаю... У меня, по-моему, последняя благовошка. А, нет, еще две. То есть если сейчас еще раз я подтверждаю то, что призрак начинает атаку по истечении одной минуты, но не доходя до полутора минут, то это может быть только Димон. То есть вот эта проверка исключает полтора Эмюлинга. Не, ну я согласна, что вот этот крест сгорел достаточно быстро. Ну и что? Ну сгорел крест, и что? Придется его обкуривать и опять пытаться фотать. Откуда он пойдет, я пока не понимаю. А дай попробуем... Подожди. Это была тень? Ну в смысле ГОСТ в виде тени, я просто через него прошла, даже не увидела. Непонятно. А у меня, по-моему, за последнее время были случаи. Не надо меня убивать. Я просто фотографирую тебя. За последнее время, по-моему, у меня были случаи, что демон себя вел не очень-то агрессивно. Да ты что прикалываешься? Что за игра-то такая, в смысле? Я не буду больше фотать. Я тебе говорю, я пробовала раз, два, три, четыре раза. То есть я... Либо фотую постоянно. Вот он на меня идет, я его постоянно фотую. Либо я выжидаю какой-то момент, когда бы лучше сфотать. Фотую, а оказывается, что это момент не лучший, а даже самый худший. Смотри, тогда эта следующая проверка идет на демона. Опять у меня прошло 30 секунд. Так, ну и вообще, можно, знаешь, даже что-то сделать. Ой! Вот так вот. Будем сидеть здесь и смотреть, когда начнется атака. А вот уже минута, ровно минута сейчас. Распятия у нас нет. Распятие у нас в фургоне. Смотри-ка. Минута семнадцать. Минута семнадцать или девятнадцать, например. Но это все равно... Это время, не доходящее до полутора минут. То есть обычные призраки атакуют через полторы минуты после обкуривания. Полторы, например, минута сорок там и так далее. А демона атакуют в промежутке от минуты до минуты с половиной. Ну это демон, получается, судя по этим проверкам. Больше мне нечего сказать. На мюлинга я не вижу ничего. Точнее, не слышу. На полтора тоже что-то мне какие-то кидания показались, но... Значит, они мне просто показались. Кучки лежат нетронуты. Наверное, это будет демон. Две проверки. Одна атака была после обкуривания через минуту десять, по-моему. А это через минуту двадцать. То есть все равно, не доходя до даже полутора минут, как у обычных призраков. Два демона выбирать. Да, друзья, абсолютно верно. Проверки были правдивые. Это действительно был демон. Верно определила тип призрака. Сфотографировать я его, к сожалению, не смогла. Хотя много раз пыталась. Что-то вообще как-то туго фотографирование пошло. Два задания остальных я выполнила. Получила бонус за расследование 160 долларов. Это была сложность-кошмар с наградами Х4. И за эту каточку я получила 1317 долларов. Как по мне, этот демон был не очень сильно убедительный. Зашла я на кошмаре со стопроцентным рассудком. Мог бы как бы из порога атаковать и себя выдать. Но выдавать себя он, конечно, не захотел. И за последнее время я точно помню, что у меня, по крайней мере, был один случай, когда я на полном серьезе думала на тень. А это оказался демон. Продолжаем кошмар. В этот раз на Близзелл Фармхаус. Задание опять сфотать. Опять сфотать призрака, понимаешь? Засечь звуки при помощи направленного. И рассудок ниже 25. Я взяла уже налобный фонарь. Давай опять с новой камерой, как она называется, Бонни. С новой камерой Бонни пойдем. И возьмем все то же самое. Если что-то МПшку замерить, все такое. Ну хорошо, красиво. Добрый вечер. Кстати, хотела спросить, напиши в комментарии, тебе лично нравится серия фазмофобии длительностью примерно 15-20 минут, то есть одна каточка. Либо тебе больше нравится длинное видео, где по несколько каток ты, например, можешь смотреть серию 30, 40, 50 минут. То есть хочется узнать твои личные предпочтения. Как по мне, я раньше как-то делала больше короткие серии. Сейчас у меня времени меньше, но при этом я стараюсь сделать что-то более существенное, чтобы, как сказать, подлиннее это все было. За последнее время у меня чаще всего выходят такие серии, где несколько каток. Ага, тут уже греется все. И как бы длительность там от 30 до 45 минут примерно для фазмофобии. Пиши, пожалуйста. Будь другом. Хотя это дело вкуса, наверное, или у кого сколько времени есть. Не знаю. Так, ну че? Подожди. На кошмаре проклятый предмет же есть. Есть, я че-то слышу. Фига, я че вспомнила, прикинь. Ты знала, что на кошмаре есть проклятый? Как он выглядит, вообще беспонятен. Дай нам знак. Он че-то кидал. Вопрос, где? Цветок, я думала, ворона какая-то сидит. Фига, я придумала себе. Ну вот я пошла с камерой Бонни, а здесь нет контакта. Только не говори мне, что контакт будет здесь. Я на всякий проверю. Так, и это не огонек. Не огонек. Не огонек же? Да, это просто что-то текстура какая-то отсвечивает. Но мое мнение, что это был звук на втором этаже. Без понятия где. Может здесь что-то на пол упало? Ну-ка здесь? Да-да-да-да-да. Окей. Это у нас оказалось вообще вот здесь. Угу. Все, минус появился. Погнали до фургона тогда. Повезло, что свет у нас под лестницей. Все хорошо, красиво. А, я не посмотрела там за стиралкой. Можно прятаться или нет? Не посмотрела. Так, на кошмаре кошмаримся. Значит, у нас две улики будет. Берем, переносим книгу, проектор и радио. Сразу поговорим по радио. Что это тебе приклеить-то? Дай вот так вот. Ты здесь. Ты рядом. Поговори со мной. Ты старый. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Дай нам знак. Ты близко. Ты здесь. Ты близко. Ты рядом. Проектор полностью сканирует эту комнату, получается. Ты близко. Поговори со мной. Ну, они мне не отвечают на приемник, понимаешь? Ну, никак не хотят эти призраки мне отвечать. Книгу положили, если в руках ничего не осталось. И бежим опять до фургона. Секундомер для всяких проверок у меня подготовлен. Так, что такого, что такого с фото-рассудка направленного? Направленного? Нет, я раз пять, я возьму. Ну-ка, на улице. Восемь и семь, нифига, а что так холодно? Четырнадцать. Что? Полностью закрыл дверь? Смотри, он полностью закрыл дверь. Дверь закрыта вообще даже без щелочки. ЕМФ-5, ЕМФ-5, ЕМФ-5. ЕМФ-5 полностью закрыл дверь. Стоп, спокойно, что так быстро? Написал блокнот, полностью закрыл дверь ЕМФ-5. Опа. А как выбросить-то? Нет, не вот так. Вот так вот. Не надо вот это мне. Здесь, понятно, ничего нет. Ты что случишь? Так, что-то опасно. Так, смотри. Написал блокнот. Да что такое? Как в прошлокатке. И МП уровень 5. Захлопнул дверь, но это не Юрей. То, что у Юрея такой фигни нет. МП уровень 5 и записи блокнот. Это дух, тень или мюлинг. О, вот это варианты. Дух, тень или мюлинг. Ну, это хотя бы было быстрое получение улик. Так, 2-3 градуса. Что касается... Блин. Распятие. Что оно там охватывает? Оно пол коридора еще охватывает. Может, его так как раз на коридоры направить? Смотри, где его границы? Что-то вообще границы такие большие, что их не видно. Наверное, вот так вот. Вряд ли он захочет стартовать прямо из этого угла. Хотя в этой игре возможно все. Допустим. Так, ну мне сейчас придется конкретно побегать. Смотри, дух, тень либо мюлинг. Во-первых, нужно определиться, будет ли призрак жрать крест при мне. Вообще капец. Я закину прямо вот так вот. То есть на тень нужно что-то проверить. Хотела в туалет выбросить, не получилось. О! Надеюсь, когда-нибудь туалет починят. Поставим свечу. Ну что-то пока что тень напоминает. Тебе не кажется? Ну вот я вышла, он там что-то кинул. Свет вырубает. Ну, эти все пацаны могут вырубать свет. Как бы ничего такого. Так, наддуха, конечно, засечем. Все, уже пора брать благовошку. И у нас там задание на направленный микрофон, да? Хорошо. Предлагаю послушать на направленный и одновременно посмотреть. Какая ситуация с крестами у нас будет. Зажгем сейчас, кстати, свет. Просто, чтобы был. Я только включила, он уже там читает рэп какой-то. Направленный микрофон с фото, это рассудка ниже 25. Не успела включить микрофон, он уже разговаривает. Хм. Уру-ру-ру-ру-ру. Много говорит? Что-то дух. Вообще, возможно, все. О, папочки. Да что вы говорите. Мне не придется вас фото во время атаки. Как хорошо. Призрак 3 звезды. Замечательно. Пип-пип-пип-пип. А где пип-пип? Я его не вижу. Пип куда-то упал. Пятерка. Прямо здесь. Прямо тут. Прямо на свече, что ли. Кстати, да, свечу, свечу говорю. Свечу надо фотать. В одном из фиксов фазмофобии, помнишь, у меня была серия, я говорю, это как так, что после вот этой обновы Ascension я не могу фотать грязную воду. Фотки грязной воды просто не получаются. А потом разработчики пишут, пофиксили, теперь вы можете фотать грязную воду. Так что смотри. Грязная вода, она починилась. По-моему, на школе была серия. Мы не могли ее сфотать, то есть я фотою, а там пустая фотография. Я говорю, нифига себе. Че ты дуешь постоянно? Так интересно дуть, что ли? Я тебе говорю, по поведению сейчас вообще непонятно. Демон может вести себя как захочет. Тень непонятно как тоже захочет себя вести. Но два раза он со мной говорил в направленной, он стопудово находится сейчас в этой комнате. Вот это вот распятие охватывает всю область этой комнаты, но разве что не включая самые кончики вот эти вот. Дядька варит свою вот эту... Случит в окно. Я понимаю, что там не будет ультрафиолета, но хочется же посмотреть. А, я не фотовала следы еще, да? Ну опять дует, это вообще какая-то дичь. У нас что, сегодня день свечей? А-а-а, я все потратила? А у меня на три звезды все фотки? Нет, блин, взаимодействие на две. А, еще одно взаимодействие на две. Ну я не сильно целилась, видимо, но у меня весь журнал заполнен фотками, круто. Не надо. Не чихайте. Почему я продолжаю тут сидеть? Потому что... На тень надо смотреть. Ну тень, такие густовенты давать мне. Ну, хотя, блин, тень же может, когда один человек давать ему густовенты. Как бы может, потому что по факту мы... По факту у нас были такие случаи даже в видео. Мурашка. Еще лампа зеленая-то была, да, видела? Видели лампы зеленые? Вот это. Ах, проектор так действует. Но меня закидывают гастами. Что-то я не уверена. Кстати, видели на новом этом? Кинетик Геймс. Кинетик Геймс. На новом штативе. Хорошо. А вот теперь я сомневаюсь насчет тени тогда, да? Какие-то гасты, какие-то жрания креста, прямо когда я здесь. А область его охватывает всю эту комнату и еще половину вот этого вот коридора. Что-то сомневаюсь. Так, а если я сомневаюсь, давай выкинем распятие. Вот пусть они в уголке лежат. Все. Какой ты шумный. Ой, сразу атаковать начал. Да ты шо? Давай, замедляем тебя. Пошла. Секундомер пошел. И сейчас будет проверка на духа. Еще сейчас погоди. Вот она сейчас с нами на одном этаже. Блин, сейчас со всех так падают предметы сильно. Опять ушла вниз. 25 секунд. Я думаю, что так окончилось. Сейчас выйду. Да, окончилось. Сейчас будем либо подтверждать, либо исключать духа. Что там по заданиям? Рассудок ниже 25. Но сейчас он подсядет. За это можно не переживать. Так, рассудок. И сейчас мы, в принципе, поймем, кто это. Даже две благовушки возьму. Ровно одна минута. Насчет тени. Смотри, вот крест, который был здесь. Я считаю, что... Видишь, у него область круглая. Она же не охватывает ровно вот этот прямоугольник комнаты. Не охватывает же? Нет. У него область действия круглая. И получается, если она вдруг стартовала вот прямо вот отсюда... Может ли это быть тень или нет? Мне непонятно. Как-то знаешь... Механика какая-то такая сложноватая для понимания. Но мне кажется, не так вероятен этот вариант. Начинает вообще с другого места. Вон оттуда. Почему? Ай, так это у нас не дух. Секаю еще раз. То есть, смотри. Я-то думала, мы сейчас с тобой исключим. А мы исключили духа, потому что атака была... Тогда, когда прошло около двух минут. Духа такой через три минуты. То есть, мы бы сейчас еще посидели, побазарили. Тень, либо мюллинг. Вот это уже становится интересно. Красная комната. Ну, похоже ли такое поведение на тень? Считаешь? Может, тень так себя вести, как мы видим? Он переехал, и я не понимаю, пар я с собой все-таки приношу или нет? Четырнадцать. Ты что, сюда переехал? Я вот сейчас реально, я вовсю пытаюсь анализировать ситуацию. Добрый демон или злая тень? Что сейчас в фазмофобии происходит? Ты не переехал. Мюллинг, что ли, все-таки окажется? Атака через минуту двадцать, что-то там. Палин, если это мюллинг, то мне нужно его слушать на одном этаже. Итак, я вот думаю, как проверить на мюллинга. Стартует он здесь все равно, в любом случае, здесь. Около своей комнаты. Что такое? Ай, да банка торчит, нифига себе. А как она сюда? Как это она сюда так зашла? Че свет-то вырубаешь? Да ладно, ладно. О! Знаешь, что охота? Вот он начнет атаку и на том же этаже прямо слушать, будут ли слышны шаги. Вот, допустим, я сяду вот так. Кстати, сюда не прячься, если что, места не очень. Судя по моей практике. А он решил распятие сожрать? Капец, он постоянно портит мои планы. Я выкину распятие, чтобы они призрака не волновали. В итоге он переехал, а теперь они его волнуют и попадают в его комнату. Нормально. Хорошо. Например, вот так. Например, вот так. Куда они упали? Да блин! Они упали в то же самое место! Я думала, они вниз падают. Как поднять? Поднять? Я не могу поднять, прикинь. Я думала, они сейчас упадут на первый этаж. Дотяни еще руки короткие, что ли. Мда. Распятие убрать не удалось. Угу, это коридор теперь. Серьезно, что ли? Начал постоянно выключать щиток. Вот не лень ему ходить до щитка и обратно. Выходи и дерись. Слушать тебя будем. Давай, выходи. А, погоди. Уже... А, нет, шермы нет. Я просто все смотрю. Места, куда можно сесть, как бы, чтобы послушать на мюлинга. Он мне никак не дает этого сделать нормально. Вот это куешь или что? Да, вот сюда сесть. И слушать. Если он ко мне подойдет, ну, тогда будем зажигать благовошку. Пауза. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok